Энергономика Ну давайте послушаем главную европейскую политиканшу Я твердо убеждена, что настало время ввести ограничения цен на трубопроводный газ, поставляемый из России в Европу Скоро Еврокомиссия выступит с этой инициативой, по крайней мере Рейтер пишет об этом Напомню, что на следующей неделе министр энергетики стран ЕС планирует обсудить как раз потолок цен на экспортный газ из России Ну вот пришло время, да, Урсула решила, что пришло время Время чего? Добить европейскую экономику? Добить окончательно немецкую экономику? Загнать еще больше европейцев в энергетическую нищету? У меня ощущение, что когда это решение обдумывалось мозгами европейских политиков, у них ни одна извилина не шевельнулась По поводу того, что лимиты цен на газ, во-первых, для действующих контрактов без согласия поставщика, то есть Газпрома Означают расторжение этих контрактов автоматическое А перед этим они сами вопили, когда их переводили на рублевую схему оплаты поставок Что Россия обязана поставлять газ в Европу согласно контрактам Теперь, вот они вычеркивают, разрывают все контракты Это первое Второе, кто будет устанавливать эти цены вообще? Вот этот ценовой потолок, кто тут арбитр? США с их сжиженным природным газом, который обещал завалить Европу Я думаю, что США будут там руководить Или в Брюсселе так наивно полагают, что Газпром возьмет под козырек Да, конечно, мы будем там в 10 раз дешевле продавать, чем все остальные Еще мы бонусом вернем прямую оплату газа долларами и еврами Они действительно не понимают, во что вот эти нерыночные механизмы, нерыночные решения Как они скажут, что это разрушение рынка газа, в первую очередь европейского рынка газа? Ну, действительно, довольно странная история И такое ощущение, что европейские политики просто сидят, смотрят какие-то перечни отраслей В которых мы вообще как-то взаимодействуем между собой И смотрят, ага, смотрите, там против угля ввели санкции Против нефти ввели санкции, металлургии и так далее Там, о, газ остался, давайте что-нибудь с газом придумаем Потому что, действительно, там европейцы воят от того, что газа не хватает А вы в этот момент берете и предлагаете какую-то инициативу, которая чревата еще большим дефицитом Что у вас еще меньше газа из России будет поступать еще и в преддверии отопительного сезона Конечно, это выглядит как экономическое самоубийство Почему такая идея сейчас могла родиться? Может быть, здесь есть два фактора Во-первых, они обсуждают сейчас реформирование рынка электроэнергии Потому что в итоге электроэнергия сверхдорогая И сейчас, в общем-то, 7 сентября они должны представить план реформы рынка электроэнергетики Но при этом по первым утечкам, которые есть, в чем будет заключаться эта реформа По сути, это просто переход на ручное регулирование цен на внутреннем европейском рынке То есть, вот как раз полный отказ вообще от того, что они строили до этого чуть ли не десятилетиями Либеральный рынок, поощрение конкуренции Тотальное антимонопольное законодательство повсюду и так далее, и так далее От всего этого разом предлагается, видимо, отказаться и сказать Вот теперь электроэнергия стоит столько-то, столько-то И, может быть, вот эта их идея подталкивает и к тому, что Давайте в газе то же самое введем Почему у нас электроэнергия дорогая? Да потому что газ дорогой Давайте газ дешевым сделаем Скажем, что будет газ теперь 200 долларов за 1000 кубов Может быть, такое больное выражение Ну и второй фактор, да Потому что в самом газе они считают, что у них есть определенные успехи И это некое такое головокружение от успехов В плане того, что они сейчас поднакопили газ в подземных хранилищ Они достигли того целевого показателя, который себе поставили К ноябрю поставили, уже достигли Среднее заполнить 80% подземных хранилищ газа Вот к 1 ноябрю было Сейчас они его как бы уже достигли То есть, вроде как, можно и до 90 даже дотянуть к 1 ноября Но там отдельная история, что это все равно не гарантирует Нормального прохождения отопительного сезона Но вот некое успокоение Что, да в принципе, смотрите Накопили, накопили Может быть, вообще без российского газа сможем на одних запасах продержаться И еще один момент То, что сейчас, в общем-то, и газ подешевел Но как подешевел? До 2-2,5 тысяч долларов за 1000 кубов Огромная цена Но все равно это за неделю Почти на 40% Рухнула спотовая спекулятивная цена в Европе С исторических максимумов И действительно, ну, наверное, у спекулянтов немного нервозность вот эта ушла И у политиков, видимо, тоже И, по всей видимости, цена-то будет и дальше снижаться Потому что...